на нитях белой павутинки приносят восемь павучки я я красенцы челночки уморы леса мельганули и лист у багру опранули из кожной листьевой головки глядит тварь в осени свякровки сейчас в моем саду начинается осенний листопад отцветают розы но тем не менее еще красиво цветут хризантемы еще сияет багрянцем барбарисы сияют очень красивые сейчас хвойники ну мороз немножечко испортил мои гортензии но они все равно хороши и в моем саду сейчас поют песню яблони в этом году шикарный урожай и мне их так жалко было пилить и оставила эти яблони и вот сейчас посмотрите какая у меня красота сочные свежие яблоки это не только вкусно но еще и очень полезно переоценить полезные свойства яблока для человека практически невозможно это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов баланс которых в организме способствует его омоложению и является основой крепкого иммунитета одно кислое яблоко составляет четвертую часть суточной нормы витамина c лучшее средство для профилактики инфекционных заболеваний а витаминоза и малокровия незаменимый элемент в синтезе коллагена регулировки свертываемости крови нормализации сосудов по весне мы вот были тоже на вот этой вот грядки и вы видели какие маленькие череночки гортензии были высажены здесь сейчас это уже хорошие взрослые кусты и чуть чуть попозже мы их будем высаживать на постоянное место здесь разные сорта мне было интересно получится у меня черенкнуть или нет получилось если у меня получилось значит и у всех получится это очень просто и можно для себя вырастить вот такие кусты знаете если их покупать то ну вот небольшой кустик называется вот эта гортензия skyfall впервые была представлена на международной выставке в 2018 году красота и пышность ее соцветий гарантировали ей внимание как со стороны ландшафтных дизайнеров так и простых садоводов особенностью этого сорта является быстрое появление цветков они начинают формироваться уже на третьем году жизни бутоны имеют белый цвет иногда он заменяется слегка зеленоватым или розовым оттенком лепестки цветов крупные размеры соцветия делают гортензию схожей с более яркими декоративными растениями сиренью или гиацинтом она отличается от всех потому что у него такой интересный гиацинтовый цветочек так вот если такую гортензию покупать она стоит 45 рублей да 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 это был дед мороз 45 рублей она стоит а так вот я в прошлом году черенкнула в этом году у меня уже хорошие кусты здесь я черенковала и skyfall и be happy silver доллар белый медведь мэджик не помню какая-то еще мэйджик сам что не помню фрайс мельба ну разные разные сорта мне они были интересны я их черенкнула еще это у меня и семечек дельфиниум вот здесь вот я черенкнула вигелу такую вот с темным листом вон там очень интересный очень интересное растение гибискус голубой голубой гибискус он у нас прекрасно зимует даже не украла укрывать не надо цветок гибискус относится к обширному роду листопадных и вечно зеленых деревьев кустарников и травянистых растений семейства мальвовые он насчитывает около 300 видов произрастающих в природе в тропиках и субтропиках нового и старого света в условиях умеренного климата в открытом грунте могут расти только гибискус сирийский и гибискус ктрощаты а также гибискус гибридный или садовый гибискус все формы садового гибискуса отличаются высокой устойчивостью к морозам а вот это поигралась это называется осенняя сирень или будлея давида я вырастила из семечек экзотическая красота будлеи завораживает многих садоводов решивших взрастить эту восточную красавицу на своем участке ее историческая родина северная провинция китая раскидистый кустарник обладает приятным запахом с нотками медовых ароматов главное при уходе за этим растением стрижка цветет с июля по октябрь окрас цветков от светло кремового или красного белого и порпурного до нежно розового или ярко фиолетового будлея растет быстро но хорошо цветет только на солнце зимует без укрытия ну и вот хороший куст получился потому что у меня была будлея но ее так трудно сохранить и она на следующий год не выходила из зимы я и укрывала а тут попробовал но вдруг получится получилось поэтому будлею можно выращивать из семечек а вон там грядка с розами помните по весне вы тоже снимали и видели маленькие череночки так вот за лето череночки вымахали я уже практически всю грядку выкопала вот забор у меня я говорила что будет красивый к следующему году он посажен уже практически весь осталось совсем немножко капусту уберем и будет забор очень много уже раздарила тоже все из черенков по осени сейчас будете обрезать розы не выбрасывайте пяточкой я уже рассказывала что такое с пяточкой обрезаете секатором эту пяточку делаете скапываете где-то в теплице по краю небольшие грядочки и одного сорта 5-6 черенков под большую пятилитровую бутылку они у вас всю осень стоят по весне и уже в июне месяце можно выкапывать и рассаживать на грядку и у вас пожалуйста свои черенки роз которые осени станут прекрасными кустами они цветут и летом вас будут радовать а осенью ну вот вы увидите что получилось из моих черенков конечно сейчас уже сад отцвел сейчас уже такие осенние работы уже той красоты нету но все равно вот хризантемы еще цветут кое-где флоксы какие-то немножко розы второе и третье цветение и все равно это все радует конечно если бы не было заморозка очень красивые гортензии ну вот прошелся немножко попортил но тем не менее это все равно красиво это все равно нарядно и сад никогда не бывает пустым правда мы вот яблоню одну спилили потому что она мешала моим розам жалко очень но надо выбирать яблони решили с той стороны оставить а здесь уже будут буять наши цветы русские бани под ключ на любой вкус баня полностью готова к эксплуатации в день установки на вашем участке при заказе бани в подарок облегченная мебель звоните и заказывайте мтс 3 580 600 первое октября рекомендуется внесение органики в почву второе октября хорошее время для посадки озимого чеснока и лука третье октября благоприятный день для посадки многолетних цветов четвертое октября в саду займитесь посадкой плодовых деревьев и кустарников пятое октября можно перекопать грядки шестое октября пора убирать корнеплоды на хранение а вот эта вот роза очень интересная называется шонокоблицерин у нее такие мелкие цветочки и очень нежные очень красивые но в чем особенность этой розы в том что она отцветает и потом не надо ее обрывать и обрезать цветочек отцвел и сам знает когда ему упасть это самоочищающаяся роза очень красивая у кого нет рекомендую здесь еще роза вот эта роза керио она уже цветает и новые бутоны еще будет цвести вот эта роза концерта набирает уже третью волну цветения там red piano очень многие розы сейчас вот уже на второй третьей волне я еще покажу вам розу которую очень люблю роза является национальным цветком сша англии и ирана своим появлением розы опередили людей примерно на 34 миллиона лет найдены ископаемые останки и окаменелости роз указывающий на возраст около 50 миллионов лет культурной розе примерно 5000 лет сейчас известно около 300 видов роз около 30 тысяч сортов одно из древнейших изображений розы найдено на острове крит и датируется примерно двумя тысячами лет до нашей эры и вот роза бургунд 84 это роза не только красиво но еще очень ароматная вот на этой клумбе здесь собраны розы которые цветут практически все лето вот название вот этой розы я не знаю но она настолько красивая я искала где-то похоже немножечко на бельведер но навряд ли это бельведер но цветет все лето я ее начеренковала и следующем году посажу еще больше кустов ну и конечно мой любимец шарль ознавор в прошлом году я ее купила это сербские розы и она прошлом уже году цвела и радовала все лето я думала что может быть ну истощилась роза она последние свои силы истратила потому что лето же было очень жарко нет вот она цветет с июня месяца практически не останавливаясь это роза шарль ознавор полимерон тоже всем известная роза она потом распустится и будет как пион а еще в этом году я купила розу и тоже в неё влюбилась вот белая роза это роза аваланж я покупала 2 аваланж и пич аваланж ну пич аваланж весна была тяжелая не выжила а вот аваланж белая стала моей любимицей и она так удачно за рядом с мид саммер получилось что ну вот смотришь и любуешься конечно сейчас не такое обильное цветение это же осень а вот в июне месяце здесь было вообще море цветов и мид саммер шикарно цвела и рядом вот это белое такие крупные были бутоны пич аваланж ну и мне тоже стало интересно посмотреть что и все представляют спрей розы вот у меня есть пепита вон там потом рубиэлла лавли лидия растут роза космос такая фиолетовое название не знаю но аромат восхитительный розы раз тут для меня я же их не продаю поэтому я не все знаю название но самые любимые я точно сорта могу назвать мы сейчас еще подойдем к розе пьер-де-рансар и крозе принц де монако это такие красивущие розы что ну наверное они должны быть в каждом саду у каждого любителя цветов розы могут быть карликовыми вьющимися кустовыми древовидными отличаться формой лепестков и ароматом существует более 20 тысяч различных сортов роз и сегодня продолжает выводить все новое во все времена роза ценилась не только за красивые цветы но и считалось целебным растением она славится своим эфирным маслом который не только обладает тонким ароматом но и используется в косметологии изготовлении медицинских препаратов и еще одна любимица роза которая тоже цветет все лето без перерывов она и в прошлом году тело все лето при сумасшедшей жаре и в этом году тоже это роза юбилей принца монако обалденная роза вот у нее не обыкновенно ее еще называют по моему как-то юбилей санкт-петербурга но я покупала как юбилей принца монако вот она вот она красотуля какая чудо не роза и сколько ее так это в кусту только третий год она вон какая уже а вот это тоже интересная она тоже практически все лето цветет это роза чип эндейл вот она расцветает вот такими такими коралловыми зефирками потом начинает выгорать потом она уже вот такая становится розовая те розовые зефирки их много-много-много-много уже по отцветала но все равно вот еще базальник она еще до октября прответет а вот еще сколько бутонов шикарных она еще будет цвести очень хорошая роза тоже всем рекомендую чип эндейл и черенкуется прекрасно розы сорта чип эндейл вывели немецкие селекционеры цветы хорошо адаптируются к разным условиям неприхотливы в уходе имеют декоративную внешность бутоны крупные лепестки махровые и пышные цветовая палитра насыщенная в розовых и оранжевых тонах высоту побеги достигают до метра цветы обладают хорошим иммунитетом поэтому такие проблемы как мучнистая роса и черная пятнистость им не страшны розы относятся к тем сортам которые цветут не один раз и очень обильно вот еще одна роза очень красивая называется пилигрим такая она серединка желтенькая махровая вокруг такие светло-желтые листочки очень красивая роза тоже практически все лето тела ну и принц домонако чип эндейл вот пьер дарансар практически все розы в моем саду выращены из черенков очень немногие я покупаю только те которые меня впечатлили и мне хочется какую-то новую ну правда в этом году снова в питомнике ворша заказала шесть интересных роз по весне будут цвести приезжайте посмотрите новые шикарные розы ну а пока что буйство третьей волны и второй волны цветения и очень интересные в этом году первый раз я вырастила из семечек мне было интересно получится или нет получилось вот остеосперум такие чудесные ромашки разноцветные они свои месяцы цветут без перерыва постоянно красивая клумба у меня здесь по краю было и там но я пересаживала розы поэтому я уже часть убрала не мешались но эти еще оставила пусть по цвету еще красиво остеоспермум или африканская ромашка капская маргаритка цветок который выделяется высокой декоративной привлекательностью внешне растение имеет некоторое сходство с ромашкой однако в отличие от последний остеоспермум цветет довольно крупными бутонами имеющими разный окрас лепестков зависимости от вида и сорта фазу цветения остеоспермум вступает в июне украшая собой клумбу до наступления холодов согласно принятой классификации в природе насчитывается порядка 70 виду остеоспермума и его гибридных разновидностей они цветут с мая месяца сначала кустик маленький а потом он какой огромный разрастается он какой огромнейший вот в этом году мне были очень они интересны эти цветы и гелиотропы но гелиотропы боятся заморозков практически все уже почернели я выбросила а ну там осталось вот пару кустиков а эти ничего не боятся мороз был на них они все стояли покрыты и не все нормально титул гелиотроп гармонично вписывается в любой пейзаж и способна украсить дачный участок своими пышными соцветиями яркие фиолетовые цветы темно-зеленые листья и приятный запах главные особенности гелиотропа в регионах суровыми зимами принято его содержать как однолетний вид потому что зимостойкостью он не отличается а для выращивания в комнатных условиях можно высаживать цветок и в качестве многолетнего кустарника в оранжереях цветок может расти несколько лет ну а это моя новая клумба которую весной я посадила на этой клумбе вот кое-какие розы я заказывала в кое-какие у меня вот с роп шинленд это из черенка вот это поэзия сербские розы ну и вот они цветут они цветут крон принцесса маргарет gold celebration это мои черенки отела традискант вон там это мои черенки но остальные вот цветут ну и сюда я добавила еще эустомы вот вы видели у меня по огороду очень много эустом мне нравится этот цветок у меня получается его выращивать я сею семена в январе в начале января месяца и потом они прекрасно вот цветут они не боятся мороза очень много я уже посрезала на 1 сентября потому что тут соседи приходят за букетами и я и розы вот эустомы срезала эустома крупноцветковой и также называют лизиантус переводе с латыни означает красивый рот а в более литературном варианте красиво говорящее родины эустомы считают юг северной америки мексику север южной америки и острова карибского бассейна легенды американских индейцев рассказывает что впервые эустома зацвела на могиле невинной девушки умерщвленные духом войны за то что она отказалась стать его женой открыл для европейцев эустому ирландский врач и ботаник патрик браун из семян у меня вот вероника здесь очень хорошо украшала эту клумбу гелиотропы замерзли выкинула уже но тоже из семян вырастила гейхеру на тоже шикарно здесь будет смотреться потому что анютины глазки уже отцвели я их срезала и добавила гейхеру она у меня там на грядке росла выросли уже хорошие кусточки такие нормально так что дерзайте друзья и все получится цветы ведь это же не значит что тут стоишь и убиваешься на этих грядках мы делаем так чтобы было проще вот везде мульча муж косит газон и я укладываю мульчу чтобы не росла трава то есть к этой клумбе уже практически подходить не надо но только если обработать от болезней это можно найти такие сорта которые которые здоровы и вот здесь практически все они здоровые черной пятнистости не ложной мутнистой росы нет они хорошие кусты прекрасные и я люблю вот летом утром чашкой кофе сесть на качели и любоваться своими цветами конечно сейчас этот новый забор он еще смотрится примитивно там еще нету красивых решеток для подвязки но это же неделю назад только пересадила поэтому укореняться и будут тоже вот такие красивые у нас эти старинные розы которые в прошлый раз я показывала прекрасно растут цветут тот же самый фламентанс он по второму разу цветет все хорошо по весне вы видели эти же петунии и они были молодые красивые нарядные но и осенью еще более менее нормально выглядит настроение создают эти петунии создают настроение вот здесь гортензии мы их когда покупали наверное лет 10 назад никто же еще толком не знал что с ними делать как их обрезать поэтому кусты формировали на глаз резать боялись а сейчас я их уже пытаюсь резать хорошо чтобы были крупные шапки в следующем году еще больше обрезать а там мне тоже небольшой такой уголок это любимая мужа цветочек калибрахо он когда-то и семечек выращивал и я вот один горшок каждую осень заношу в дом а потом по весне черенкую вот у нас калибрахо цветет но еще интересное стоит ведре правда у татьяны было подвесное кашпо и сломалась одна ветка и как-то так жалко было выбросить ту ветку я тоже ее почеренковала но и вон шикарная вербена получилась нарядная красивая цветущая осенью когда уже краски тусклый радует и настроение создают дерзайте творите создавайте вокруг себя красоту пусть будет мир везде в душе семье стране и во всем мире а Продолжение следует...